Велоквест под названием «Распахнул свои улицы город» провела для юных манчегорцев центральная детская библиотека. Объектом исследования стал родной город. Вслед за велосипедистами по маршрутам заданий отправилась съемочная группа ТВ Мария Грибановская и Максим Ляпшин. Такое интересное приключение в летние каникулы для ребят было организовано в рамках программы фестиваля «Город мастеров» победителя конкурса социально значимых проектов «Мир новых возможностей» компании «Норильский никель». Цель этого Велоквеста для того, чтобы, ну, во-первых, здоровый образ жизни, а во-вторых, это изучение истории родного края. Задания квеста проверяют знания имен, мест, событий, важных для истории Манчегорска и градообразующего предприятия. Заданий всего 10. 8 заданий они должны будут. Это описание объекта, это может быть памятник, это может быть улица, это может быть мемориальная доска. Они должны будут найти это в городе, сфотографировать, обязательно сфотографировать. И есть две фотографии. Они должны будут найти эти места, изображенные на фотографии в городе, и сфотографировать с этого же ракурса. Каждая команда получила конверт с вопросами. Для ответа на них участники могли воспользоваться ресурсами библиотеки. До начала игры – обязательный инструктаж по правилам игры и технике безопасности. Обязательное соблюдение правил дорожного движения. Обязательно. По пешеходным только переходам. С велосипедов нужно обязательно что сделать? Слезть и везти его под руку. Девять команд по пять человек под руководством одного взрослого отправляются в разные уголки города. Десять непростых заданий. Маршрут от Западной до Катульского, стадион, парк, дом техники, музей истории города и многие другие достопримечательности Мончегорска нужно было найти участникам квеста. Спортивного азарта и соперничества было хоть отбавляй у каждой команды. На камеру. Наша команда одна из первых. Все дело это мы должны выиграть в обстать. Первый вопрос вызвал больше всего затруднений. Вместо Царевского многие команды приехали на Металлургов-4. Другие достопримечательности города стали самыми узнаваемыми. Краеведческий музей города Мончегорска. Единственное деревянное здание, по-моему, оставшее в родине. Мелкий дождик совсем не помешал, а наоборот стал в летний зной облегчением для велосипедистов. Все старались выполнять задания с молниеносной скоростью. Команда спортсмены ответила уже почти на все вопросы. Точка на Катульского одна из последних. Здесь жил район, назван в честь геолога. Находится вблизи три детских садика, школа номер один. И нужно было найти дом номер два и непосредственно табличку памятности. На ваш взгляд трудный вопрос, нет? Ну и кто знает историю города, наверное, нет. Задания пройдены. Все велосипедисты снова в сборе у Центральной детской библиотеки. Памятные призы с символикой города в честной борьбе завоевали победители и призеры велоквеста. Первое место у команды спортсмены, показавшие лучшее время – 1 час 15 минут и правильные ответы на все вопросы. Второе место у команды гермесы, время – час 20. Бронза за кобрами. Они пришли вторыми, но допустили одну ошибку в заданиях. Всем участникам велоквеста вручили благодарственные письма и сувениры фестиваля «Город мастеров».